В отечественной военной истории было два человека, которые не проиграли ни одного сражения. На суше величайший русский полководец Александр Васильевич Суворов, а на море не менее великий Фёдор Ушаков. На конференции напомнили, выдающийся русский адмирал прославился ещё и тем, что не потерял в боях ни одного корабля. Ни один его матрос не попал в плен. Русской православной церковью Фёдор Фёдорович причислен к лику святых. Фёдор Фёдорович сыграл огромное значение во всех областях буквально, начиная от тактики морских военных действий, стратегии, оперативного искусства. Годы тяжёлых испытаний для России как раз посылает нам проведение таких людей, которые защищают интересы России. А интересы России тогда были действительно такие же, как и сейчас. Среди почётных гостей конференции Владимир Комоедов. В 1998-2002 годах он командовал Чевноморским флотом, был председателем Комитета по обороне Государственной Думы России. Российский военачальник вспомнил, как в своё время он участвовал в канонизации Фёдора Ушакова. На трапезе Владыка Кирилл тогда, ныне святейший, который проводил это действие, дал мне первому слово. Я говорю, Владыка, душа Ушакова никогда не покидала Севастополь. Она никогда не покидала Чевноморский флот. Мы бы хотели привезти частицу мощей. Кирилл говорит, Владимир Петрович, вы дали нам большущую идею, да мы все мощи, частицу мощей передадим на каждый флот. Владимир Комоедов напомнил, теперь частица мощей Фёдора Ушакова хранится и в усыпальнице адмиралов во Владимирском соборе. Для участия в конференции в Севастополе прибыли гости из республики Мордовия. Не все знают, что последние годы жизни великий русский флотоводец провёл именно на этой земле. Мы чтим память его и проводится у нас много хороших, важных мероприятий, которые пропагандируют историческое наследие, говорят о памяти Фёдора Ушакова. У нас в республике Мордовия центральный кафедральный собор посвящён Фёдору Ушакова. И важно, что сегодня на этой конференции много молодых людей, курсантов, много учёных. От имени губернатора Севастополя гостей научно-практической конференции приветствовал директор Департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун. Пожалуйста, передай всем слова признания и уважения за столь важное и для города, и для страны начинание. Да, это проходит второй раз, но, дай бог, Севастополь станет той площадкой, где это будет проходить на регулярной основе, это долгие годы. Действительно, Фёдор Фёдор Ушаков, несомненно, связан с плотнейшими узами Севастополя. И каждый житель Севастополя, да и каждый житель России знает тот неоценимый вклад, который он совершил. От гостей из республики Мордовия подарок представителям правительства Севастополя. Сергей Евгеньевич, к сожалению, не был в республике Мордовия. Пока, да, мы, пользуясь возможностью, приглашаем на нашу гостеприимную землю и посмотреть, как изменился наш город в рамках подготовки чемпионата мира по футболу. Ну и возникнет обязательно желание. Теперь город Севастополь и республику Мордовия объединяет не только великий адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков. Представители общественных палат двух регионов подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Направление – социально-экономическое развитие и духовно-нравственное воспитание.